12 декабря во дворце спорта «Видное» прошло открытое первенство Ленинского городского округа Московской области под дзюдо среди юношей и девушек 2008-2009 года рождения, мальчиков 2010-2011 годов рождения. Воспитанник тренера Виктора Королева, дзюдоист спортивной школы «Вымпел» Тимур Нарбутаев занял третье место в весе 34 килограмма. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из городов Подмосковья, Москвы, Курска, Брянска, Владимира. В финале за третье место Тимур одержал уверенную победу и стал бронзовым призером турнира. Поздравляем от всей души. 11 декабря воспитанники спортивной школы «Вымпел» в очередной раз заняли призовые места. Ярослав Важенский – второе место, Захар Корж – третье место. Более 900 участников приехали в спортивный комплекс «Восток» в город Орехово-Зуево, чтобы принять участие в открытом турнире подзюдо памяти Геннадия Сидорина среди юношей и девушек 2008-2013 годов рождения. В турнире приняли участие достойные соперники из более чем 20 городов Подмосковья, Москвы, Иваново, Владимира, Курска, Тулы, Калининграда. В каждой весовой категории была тяжелейшая борьба. Но наши ребята, проявив характер, уверенно дошли до финальных схваток и заняли почетные места на пьедестале. Ура спортсменам! С 7 по 10 декабря во Владимире проходил Всероссийский турнир по греко-римской борьбе в памяти серебряного призера первенства Европы Дмитрия Тимофеева среди юношей 2007 и 2008 годов рождения. Электрогорские борцы Максим Потягаев и Оветик Азатян вошли в десятку лучших борцов России. В турнире приняли участие команды из Москвы и области, Ярославля, Нижнего Новгорода, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецкого округа, Уфы, Татарстана, Ульяновска, Новосибирска и других. В минувшую субботу состоялся очередной тур чемпионата Орехова-Зуева по хоккею с шайбой. Электрогорская команда «Молния» встречалась с местным химиком. В начале поединка наша команда вышла вперед, имея превосходство над соперником в две шайбы. Со стороны могло показаться, что «Молния» не испытает проблем в этой игре, но химик думал совсем по-другому. Уже к середине игры они сравняли счет, а в середине третьего периода и вовсе вышли вперед. Наши ребята не сдались и за пять минут до конца игрового времени сравняли счет. Но из-за грубой ошибки одного из защитников химик снова вышел вперед. Наша команда пошла на штурм ворот соперника и сменила вратаря на шестого полевого игрока. Но фортуна в тот вечер отвернулась от них. Матч закончился с минимальным перевесом химика в одну шайбу. После сирены на табло был зафиксирован счет 4-5 в пользу химика. Наши ребята продолжат тренироваться и во втором круге соревнований, пытаясь обыграть противника. Давайте пожелаем удачи в борьбе и будем надеяться, что уже в следующем туре команду ждет успех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова